Друзья, всем привет! Вы много раз уже у меня спрашивали о том, что я думаю про технологию Лора. И я тогда отвечал, что не знаю, не щупал, но вообще отношусь к ней скептически по двум причинам. Во-первых, очень много было шума, когда эту технологию запускали, и обычно в этих случаях оказывается, что всё не так хорошо, как об этом говорят. Ну и второе, что повлияло на моё мнение, это то, что я работал какое-то время назад в одной организации, которая разрабатывала промышленные контроллеры и предлагала к ним различные радиомодули. Ну и я с тех времён примерно запомнил, какого размера, с какой выходной мощностью, на каких частотах радиомодули, какие дистанции покрывают. Ну и мне казалось, что для таких характеристик, как у Лоры, предел где-то километр-полтора, может быть два максимума. В Лоре же заявляют 5, 10 и даже больше. Ну и я считал, что в области каких-то новых видов модуляции уже сложно что-то придумать, и всё, что касается Лоры, на самом деле не так красиво, как об этом заявляют. Но, возможно, я ошибался, и сегодня мы это проверим, потому что сегодня у меня на обзоре Лора-модули от компании RX. Модуль выглядит следующим образом. Вот эта вот вся плата, это Real Air 896, которая, как вы можете заметить, основана на другом модуле от той же компании Real Air 890, внутри которого, судя по заявке, стоит транссивер Лора от компании SimTech SX-1276. Давайте, кстати, заглянем под этот экран. Ну да, действительно, под экраном микросхема SX-1276, и вообще говоря, патент на Лору принадлежит компании SimTech, и только она может производить оригинальные транссиверы для Лоры. Тем не менее, в продаже встречаются также транссиверы от других производителей, например, от китайской компании Hope RF, она производит микросхему RF-96, которая совместима с транссиверами от SimTech. Но, насколько она легально производится, мне неизвестно. Возможно, она нарушает патенты компании SimTech. Ну и весь этот модуль Real Air 896 дополнен еще одной микросхемой. Это микроконтроллер STM32L-151C8T6, который, во-первых, реализует протокол взаимодействия по SPI с микросхемой транссивера. Вообще, у всех радиотранссиверов довольно мудренный протокол взаимодействия. Не сказать, что сложный, но, как правило, мудренный. Так вот, этот микроконтроллер его реализует, и наружу из модуля торчит UART-интерфейс с протоколом, основанным на AT-командах. Это довольно спорное решение. Есть как плюсы, так и минусы, но к этому вопросу мы вернемся еще чуть позже. Также этот микроконтроллер берет на себя функцию шифрования алгоритмом IS-128, то есть вы на приемнике и передатчике устанавливаете ключи, и если они совпадают, то на приемнике вы получаете неискаженные сообщения. Если же они различаются, то сообщения вы тоже получаете, но внутри сообщений будет мусор. Здесь мы видим интерфейс для прошивки микроконтроллера при производстве, и на обратной стороне платы есть места для установки двух светодиодных индикаторов, индикатор передачи и приема. Также здесь резисторы нужно запаять, только ограничивающие. Также есть место для установки антенного разъема в случае, если вот эта антенна не используется. Сбегая вперед, антенна довольно неплохо себя показала на испытаниях. Итак, давайте пробежимся по набору команд, которые предлагает компания REX для управления своими радиомодулями. Ну, во-первых, есть команда программного сброса, также на самом модуле есть ножка RESET для аппаратного сброса. Команда AT-PLUS MODE позволяет перевести модуль в режим сна. Чуть позже измерим потребление тока в разных режимах этим модулем. Команда AT-PLUS IPR позволяет установить скорость работы UART по умолчанию 115200. Следующая команда AT-PLUS PARAMETR позволяет установить 4 ключевых параметров работы лоры. Все эти параметры должны быть установлены одинаковыми на приемнике и на передатчике для того, чтобы работала радиосвязь. Первый параметр – это коэффициент расширения спектра. Дело в том, что одна из ключевых особенностей лоры – это модуляция с использованием расширения спектра. Так вот, вот этим параметром, спрейдинг-фактором, который принимает значение от 7 до 12, можно регулировать степень расширения спектра. Чем выше этот коэффициент, тем выше чувствительность и больше дальность. Также этот параметр сильно влияет на время передачи пакета. Дело в том, что лора позиционируется для устройств, которые передают небольшой объем данных, небольшой пакет, причем передает их редко. Потому что, с учетом всех ухищрений при определенных параметрах лоры, можно добиться того, что данные будут передаваться очень медленно. То есть, например, пакет размером в 256 байт будет передаваться вплоть до нескольких минут. Запросто. По умолчанию параметр равен 12. Он позволяет достичь максимальной дальности. Собственно, это же значение будем использовать в сегодняшних тестах в реальных условиях. Следующий параметр – это полоса частот, используемая для приема передачи. Дело в том, что лора использует всю эту полосу частот. Чуть позже покажу вам, как это выглядит при помощи SDR приемника. То есть, многократно при передаче символа происходит перестроение частоты. И значение этого параметра напрямую влияет как на чувствительность, так и на время передачи пакета. Судя по документации, чем уже полоса частот, тем выше чувствительность и тем дольше передается пакет. В сегодняшнем тесте в реальных условиях использовалось значение 125 кГц, которое по умолчанию. Следующий параметр – coding rate. Дело в том, что лора – это не только хитрый способ модуляции, это еще набор сопутствующих алгоритмов сигнальной обработки. Один из таких алгоритмов – это алгоритм поиска и исправления ошибок в принятых искаженных пакетах. Сами подобные алгоритмы – это далеко не новинка, они существуют много лет и позволяют на стороне приемника исправить одну либо несколько ошибок в искаженных пакетах за счет того, что помимо полезных данных в пакете передается еще некоторый объем избыточных данных. Так вот, параметром coding rate можно задать как раз объем этих избыточных данных. Параметр принимает значения от 1 до 4, единички соответствуют 25% избыточных данных, двойки – 50%, тройки – 75% и четверки – 100%. То есть в два раза больше данных будет передаваться для того, чтобы работал алгоритм исправления ошибок. Параметр coding rate, конечно же, влияет на длительность передачи пакета. Сейчас вы на экранах видите примерную зависимость длительности передачи пакета от параметра coding rate. Следующий четвертый параметр – это длина преамбулы. Преамбулы используются для того, чтобы приемник мог засинхронизироваться на начале очередного пакета. В сегодняшних тестах использовалось значение 4, потому что при четверке все работало отлично. Далее у нас с вами команда AT plus band, которая позволяет установить центральную частоту для приема передачи. Эти модули позволяют установить частоту в диапазоне от 820 до 1020 МГц. Ну, соответственно, нас будут интересовать те частоты, которые не требуют лицензирования. В частности, в России это 865 и 868 МГц. Сегодняшние тесты будут проводиться на частоте 868 МГц. Следующие две команды позволяют управлять логической адресацией при приеме передачи. Одна из команд AT plus network ID позволяет установить идентификатор сети в диапазоне от 0 до 16. 0 использовать не рекомендуется. И в каждой такой сети может быть до 65536 приема передатчиков. Следующая команда AT plus CPIN позволяет установить ключ шифрования алгоритмом AS128. Напомню, этот алгоритм реализован на STM32 микроконтроллере на плате модуля. И при помощи этой команды мы передаем 32 символа, ну, то есть 16 байт в 16-ти ричном виде, 32 символа ключа. Следующая команда AT plus CRFOB позволяет установить выходную мощность передатчика в диапазоне от 0 до 15 дБ. То есть 15 дБ соответствует примерно 32 мВт, 10 дБ примерно 10 мВт. То есть таким образом можно управлять программно мощностью передатчика. Следующая команда AT plus N позволяет отправить пакет другому приему передатчику. Соответственно, после равно указываем адрес получателя, указываем длину передаваемой строки и саму строку. Дело в том, что вот этот вот протокол, основанный на AT-командах, он заточен под передачу другому приему передатчику строк. Он плохо подходит для передачи двоичных данных, каких-то десятичных значений. То есть все придется передавать через строки, либо преобразовав в 16-ти ричный вид, при этом в два раза больше данных вы будете передавать, либо в десятичном виде, там еще больше на самом деле. То есть это лично для меня является большим минусом, потому что я предпочитаю использовать двоичные протоколы, и передача двоичных данных таким способом приводит к избыточному объему передаваемых данных. Тем не менее, для начинающих это может быть плюс, потому что очень упрощается процесс отладки вот этого протокола. Можно подключить радиомодуль любым USB UART-переходником к любому компьютеру, открыть терминальную программу и просто с клавиатуры набить все эти параметры радиопередачи, отправить пакеты, принять пакеты. Все это очень просто делается, и в целом отладка упрощается. Поэтому смотрите сами, что для вас важнее. Ну, лично для меня такой протокол взаимодействия, конечно же, больше минус, чем плюс. Когда радиомодуль получает посылку по радио, он в UART отправляет следующую строку, которая начинается с плюс RCV, дальше равно, адрес отправившего модуля, длина строки, сама строка и еще два параметра – RSSI и SNR. Это два числовых параметра. Параметр RSSI – это, по сути, уровень сигнала приема. Это отрицательная величина в децибелах. Чем ближе она к нулю, тем лучше, тем выше уровень сигнала. Параметр SNR – это отношение сигнал-шум. Честно говоря, этот параметр при тестировании у меня сильно скакал, поэтому я так и не понял, можно ли ему доверять. Поэтому для оценки качества сигнала я использовал параметр RSSI. Итак, друзья, плавно переходим к тестированию радиомодулей. Я собрал два вот таких одинаковых передатчика. Почему два? Потому что один из них попросту могут украсть во время тестирования. Я планирую передатчик ставить стационарно и с приемником отдаляться от передатчика. Устроены они очень просто. На базе отладочной платы на микроконтроллере STM32F103-C8T6. Ну, собственно, сам радиомодуль, подключение UART, подключение питания. Все питается от 3 вольт. Для запитки передатчика использую вот такой вот павербанк на одной банке. И подключаю его при помощи microUSB разъема на отладочной плате. Также есть вот такая вот перемычка. Ее можно установить, замкнув на землю линию А15. В этом случае, если при подаче питания стояла перемычка, то передатчика инициализируется на мощности 32 мВт. А если же перемычки не было, то на мощности 10 мВт. Здесь на плате радиомодуля вы можете видеть работу индикаторов. Синий индикатор TX во время передачи включается. И во время приема вот этот оранжевый индикатор RX. Также на отладочной плате мигает синий индикатор во время начала передачи. То есть, коротко мигнул, началась передача. Вот он сам процесс передачи, пока горит синий светодиод на радиомодуле. И во время приема оранжевый. Вот таким вот образом выглядит приемник. Давайте его сразу же включим. Вот выводится версия прошивки радиомодуля. И начинается прием сообщений от передатчика. Здесь в верхней строке перед двуеточием это адрес отправителя. Дальше через пробел идет сообщение, которое было принято. Передатчик отправляет строку тест. И через пробел просто счетчик, постоянно увеличивающийся на единичку. Для того, чтобы на приемнике можно было отследить, были ли пропуски и сколько их было. Выводится параметр RSSI. Соответственно, минус 41 дБ, минус 37. Это уровень сигнала наиболее хороший. То есть, вблизи к передатчику. И параметр сигнал-шум. Устроен приемник также очень просто. Отладочная плата на STM32. Дисплей на хитачевском контроллере. С переходником на шину E2C, чтобы меньше проводов использовать. Радиомодуль также к UART подключенный. Небольшая вот эта плата для бредбордов. Просто для удобного подключения к павербанку. Ну и снизу павербанк на 4000 мАч. Обмен здесь реализован односторонний. То есть, просто передатчик отправляет пакет. И приемник принимает, никак не отвечая, не давая никакую обратную связь. То есть, поэтому на приемнике радиомодуль всегда находится в состоянии приема. Таким образом выглядит передача пакетов при помощи лоры на спектре. Спектр получен при помощи SDR приемника. Передается сейчас 8 байт полезных данных. Плюс еще 8 байт избыточных данных, поскольку кодинг рейт установлен на 100%. Ну и плюс еще какие-то шапки, которые добавляют радиомодуль и микросхема трансивера. Коэффициент расширения спектра установлен на максимум, на 12. Полоса частот выбрана 125 кГц. И судя по спектру, оно соответствует. Единственное, что полоса частот почему-то смещена немного в сторону меньшей частоты. Ну и преамбула выбрана минимальная. В спящем режиме модуль потребляет 0,3 мА. В режиме приема 15,5 мА. В режиме передачи 33 мА на 10 мВт. 39,5 мА на выходной мощности 32 мВт. Подключившись осциллографом к шунту в 5 Ом, можно увидеть характер потребления радиомодуля. То есть весь период отправки пакета 1843 мс держится примерно одинаковый ток, который соответствует 32-33 мА для выходной мощности 10 мВт. И 38-39 мА для выходной мощности 32 мВт. Итак, друзья, давайте теперь перейдем к результатам испытаний в реальных условиях. Но прежде чем еще начались все эти испытания, я много дней подряд оставлял передачи просто в комнате на столе. Ну то есть не на подоконнике, где-то просто на столе на мощности 32 мВт. И с собой брал на работу приемник. И отдаляясь от дома, примерно измерял расстояние, на котором переставали доходить пакеты. И также следил по показателю уровня сигнала. В результате я получил устойчивую радиосвязь на расстоянии в 300 метров. И где-то на расстоянии в 250 метров устойчивая радиосвязь была при мощности передатчика 10 мВт. Причем окна у меня выходят не на ту сторону, в которую я отдалялся, а на противоположную. То есть сигнал как-то огибал этот многоэтажный дом. Ну, видимо, отражаясь от соседних зданий. И только потом долетал до приемника. На самом деле 300 метров это очень даже неплохой результат. Среднестатистические автомобильные сигнализации с обратной связью достигают дальности примерно 140-150 метров всего лишь. Вот в этом же месте. Уже на тот момент я мог отметить две особенности. Первое это то, что уровень сигнала зависит от того, двигаешься ты или нет. Ну, то есть приемником я когда двигался, просто достаточно пешего шага. При этом уровень сигнала снижался и начинали теряться пакеты иногда, если находишься далеко. Причем это влияние, как мне показалось, больше, когда движешься по направлению от передатчика. Когда движешься по направлению к передатчику, то это влияние меньше. И второй момент заключается в том, что на границе приема я получал искаженные сообщения на приемнике. Ну, то есть был этому дико удивлен, потому что, учитывая, что эти радиомодули предназначены для передачи текстовых сообщений, и каким-то образом пользователю предусмотреть контроль целостности пакета здесь проблематично. Ну, не проблематично, кастыли, в общем, придется делать. Я думаю, что производитель радиомодулей должен был предусмотреть контроль целостности пакетов. Но не предусмотрел. Я связывался с представителями Rayx. Они ответили, что да, в этой прошивке действительно контроль целостности не ведется. И они обещали добавить его в ближайших версиях прошивок. Причем у трансивера SX1276 контроль целостности есть. SX16 считается. Надо только этот контроль включить и использовать. Но почему-то не используется. Не знаю почему. В общем, тут варианты только либо использовать, реализовывать контроль целостности самому, либо ждать прошивку от Rayx. Еще один вариант – это увеличить значение параметра Coding Rate. То есть добавить объем избыточных данных для того, чтобы ошибки исправлял алгоритм обнаружения и исправления ошибок. Но насколько он справляется с большим количеством ошибок, я не знаю. И, в принципе, после того, как я Coding Rate увеличил до максимума, я больше искаженных сообщений не видел. Но, тем не менее, на 100% не уверен, что их больше не будет. Ну что ж, давайте перейдем к рассмотрению локаций на этих испытаниях. Первая локация была на улице Жукова в городе Уфа. Передатчик размещался просто на табуретку, устанавливался вместе с пауэрбанком на границе улицы. Ну, то есть где-то на расстоянии в один метр от проезжей части. Вот в этом месте. Ну и дальше я двигался по улице Жукова вверх. Сначала на машине отдалялся, пока не начали пропадать пакеты. Потом вышел из машины и пешком уже более точно искал тот момент, когда пакеты начинали пропадать. В итоге проехал я 619 метров. Дальше передатчик был переключен в режим 32 мВт. И удалось пройти немного дальше, если точнее 870 метров. Причем по показателю уровня сигнала можно судить о том, что можно было еще дальше пройти и примерно так же все бы работало. Вообще надо сказать, что в городе не так уж и просто найти хорошую прямую. Ну, больше полутора-двух километров. Причем, если по карте это искать, то легко ее найти. Но нужно еще учитывать перепады высоты. То есть, ну, если не будет прямой видимости, то бесполезно ждать хорошей радиосвязи. Вторая локация была на проспекте Салават Юлаева. Здесь есть недоделанная, неэксплуатируемая развязка автомобильная. Ну, и вот на ее мосту как раз был расположен передатчик, так же на табуретке. Вот. Ну, и сам я двигался по проспекту Салават Юлаева. И примерно где-то вот здесь мне удавалось добиться стабильной радиосвязи. В итоге на мощности 10 милливатт расстояние максимальное составило 1420 метров. Ну, и при переключении на 32 милливатта немного больше, 1510 метров. Почему немного больше? Ну, потому что сама локация не позволяла дальше отдалиться при сохранении прямой видимости. То есть, дальше через дорогу была низина, соответственно. Бесполезно было искать там нормального качества сигнала. Кроме того, начал бы мешать вот этот лес. То есть, если, по крайней мере, спуститься вниз до дороги, то этот лес точно бы мешал. На этом первый день испытаний закончился. И испытания продолжились на следующий день. Причем я взял с собой еще двух своих подписчиков, которые заявили желание помочь мне в этих испытаниях. Вот, Андрей и Игорь, они очень быстро находили новые локации, по крайней мере подходящие по карте, как оказалось, когда мы подъезжали к некоторым из них. Там рельеф не позволял произвести испытания, но, тем не менее, много было вариантов. И все мы эти варианты на следующий день перебрали. Проехали больше 250 километров. Практически весь день мотались. Ну и давайте перейдем к результатам второго дня. Надо сказать, на второй день у меня было ожидание получить стабильную радиосвязь на дистанции в 2,5-3 километра, не больше. Исходя из этого, и выбирались локации, где проводилось тестирование. Итак, следующая локация находилась вот в такой местности. Здесь гора и дальше спуск. Довольно прямая дорога через мост. И вплоть до вот этого места, когда начинается поворот. Итак, передатчик располагался вот в этой части. На небольшом холме передатчик был закреплен на небольшом кустике. Ну вот здесь возвышенность относительно дороги. И дальше вниз идет довольно прямая дорога. В итоге удалось добиться радиосвязи, на самом деле, вплоть до вот этого поворота. То есть вот она точка, где была стабильная радиосвязь на 10 милливаттах. Причем можно было пройти еще 150 где-то или 200 метров в повороте. При этом прямой видимости уже не было из-за вот этого леса. Но, тем не менее, пакеты еще проходили, хотя около половины из них терялось. Итак, здесь получилось у нас ровно 4 километра. Что уже было очень неплохо, но это означало то, что данная локация не подходит. Смысла переключаться на 32 милливатта тоже нет. Нужно искать следующую локацию. По пути на следующую локацию, которая была довольно далеко, мы нашли по карте еще пару мест, которые потенциально могли подойти для испытаний. Одно из таких мест вот это. Здесь мы расположили передатчик на крыше автобусной остановки. То есть на крышу ставилась табуретка и на нее уже ставился передатчик. Ну и дальше мы вниз стали отдаляться. Но когда мы проехали километра полтора-два, оказалось, что эта равнина имеет выпуклость. В итоге нарушается прямая видимость через определенный промежуток. В итоге максимальная дальность, которую мы достигли, мы еще тут отклонились от трассы немного вот в эту посадку. В итоге получившееся расстояние 2 километра 190 метров. Еще в этой локации было интересно то, что вдоль трассы здесь пролегает линия электропередач. И можно было измерить уровень сигнала вдоль этой линии, также пересечь ее. В общем, оказалось, влияние этой линии электропередач минимальное. Но в целом для испытания эта локация не подходила, и мы стали двигаться дальше. Следующая локация располагалась вот в такой местности. Здесь мы использовали мост автомобильной развязки для расположения передатчика. Ну и дальше отдалялись по трассе М7 вот в этом направлении. Здесь карта немного не соответствует реальному положению дел. На самом деле здесь ведутся ремонтные работы, половина дороги закрыта. В общем, в итоге мы отдалялись вплоть до поворота и получили устойчивую радиосвязь. В любом случае, эта локация нам не подошла, потому что она не исчерпала возможности даже передатчика на 10 милливаттах. В итоге дальность, которую мы получили, 4 километра 250 метров. Следующая локация на трассе М5. Здесь мы закрепили передатчик на дорожном знаке и дальше двигались вот в этом направлении. Визуально и по карте нам казалось, что этот прямик длиной примерно 4-5 километров. Но на практике оказалось, что когда мы добрались до холма, до которого была прямая видимость, а дальше был спуск, и видимость бы потерялась. Так вот, до холма оказалось расстояние всего 2 километра 870 метров. Конечно же, эта локация тоже не подошла. Следующая локация немного дальше по трассе М5. Здесь мы расположили передатчик на железнодорожном мосту, который довольно заброшенно выглядел. То ли его вообще не эксплуатировали давно, то ли эксплуатируют, но очень редко. Здесь мы расположили передатчик и стали двигаться по трассе М5 в этом направлении. По видимости и по трассе мы нашли выше холм, до которого была прямая видимость. Дальше она уже нарушалась, потому что была низина. В общем, до этого холма, по нашим прикидкам, было около 5 километров. Когда мы добрались до холма, оказалось, что расстояние, при котором соблюдалась прямая видимость, составило 5 километров 670 метров. То есть, вот здесь есть посадка и еще немного за посадку можно было проехать. То есть, дальше уже была низина и прямая видимость нарушалась. Продолжение следует... Короче говоря, к этому моменту мы получили на 10 милливаттах дальность радиосвязи 5 километров 670 метров. Причем, как на 10 милливаттах, так и на 32 была стабильная радиосвязь. Более того, на 10 милливаттах мы по уровню сигнала увидели, что есть еще запас. Так вот, когда мы осмотрелись с этой позиции, то увидели еще дальше автомобильную развязку с мостом. И, в принципе, до нее получалась прямая видимость. Но до туда еще столько же, еще 5 километров. Но было глупо не попробовать еще доехать до туда и посмотреть, есть ли связь там. Короче говоря, мы доехали до туда. В итоге у нас получилось расстояние 11 километров и 70 метров. Но здесь Google Maps округляет. Вот. И ситуация была следующая. На 10 милливаттах пакеты терялись. Но меньше половины терялось. То есть более или менее связь оставалась. Когда передатчик переключили на 32 милливатта, то полностью стабильная стала связь. И это на 11 с лишним километрах. Ну, надо сказать, по уровню сигнала на 32 милливаттах можно было еще немного отдалиться. Но снова локация нам не позволяла это сделать. Здесь в испытаниях есть небольшой косяк мой. Дело в том, что я почему-то по старой памяти думал, что на частоте 868 МГц максимальная допустимая выходная мощность передатчика составляет 10 милливатт. На самом деле 25 милливатт. Поэтому испытания так и строились, что сначала мы использовали мощность 10 милливатт, находили на этой мощности максимальную дальность. И потом уже переключались на максимум это 32 милливатта. Поэтому сложно сказать точно, была ли бы радиосвязь стабильная на 25 милливаттах. Но чисто по тем показателям уровня сигнала, который мы получили, я уверен, что была бы. На этом испытание было решено завершить, потому что тот результат, который мы получили, он превзошел все наши ожидания. Кроме того, уже приближался вечер, мы уже сильно устали, по крайней мере я, хотя ребята не признавались. Мы проехали более 250 километров только за этот второй день. Очень много лазили по всяким холмам, мостам и прочим вещам. В общем, устали прилично. Не такое простое это дело, вот такие испытания проводить. Даже просто найти подходящую локацию, это целая история, как выяснилось. Что в городе, что за городом. Еще пару важных моментов по лоре. Во-первых, длительное время передачи. То есть, учитывая все эти ухищрения, которые применяются в лоре для увеличения дальности, время передачи одного пакета довольно большим получается. Мы передавали короткие пакеты длиной 8-9 байт, 8-9 символов. И время передачи было секунды 300 миллисекунд примерно. Это довольно много для такого короткого пакета. То есть, при проектировании каких-то больших сетей на базе лоры должно быть учтено довольно длительное время занятости эфира. Ну и второй момент заключается в том, что лора, судя по всему, подходит хорошо для тех устройств, которые отправляют небольшой объем данных. Отправляют его достаточно редко. И при этом либо вообще не ждут подтверждения получения, либо ждут какой-то ограниченный маленький промежуток времени, после чего засыпают. Потому что нахождение радиомодуля в режиме приема тоже довольно расточительно с точки зрения потребления тока. По крайней мере, для устройств с автономным питанием. Я надеюсь, видео вам понравилось. Я с радостью беру свои слова обратно относительно моего недоверия к этой технологии. Да, действительно, те дальности, которые заявляют производители, они действительно достижимы. Друзья, на сегодня у меня все. Я благодарю вас за просмотр ролика до конца. Также хочу поблагодарить двух ребят. Их зовут Андрей и Игорь. Они сегодня весь день мне помогают записать этот ролик. Как всегда, всем удачи и успехов. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!